Восточная шкатулка Восточная шкатулка Восточная шкатулка Восточная шкатулка Важно, чью позицию он выберет, даже не китайскую или прокитайскую, а какая позиция будет. Позиция министра обороны или позиция министра финансов. То есть, грубо говоря, будет давить Китай со стороны военного или со стороны экономического блока. Что вообще предлагает Трамп и Вэнс? Я, кстати, напомню, что Вэнс долгое время критиковал Трампа. Сейчас он, в общем, не лучший, конечно, друг, но они идут в паре. Во-первых, 100% это очевидно, что в случае прихода Трампа внимание США будет переключено с России как основного соперника, самого главного матча-платежа на Китай. Это первое. И это то, что Китай, на мой взгляд, до конца недоценит, потому что я смотрю и китайскую риторику, и до сих пор Китай говорит, ну договоримся и с Трампом. На самом деле, именно Трамп вообще-то начал реальное наступление на Китай. К этому еще вернусь вообще. Откуда это наступление на Китай пошло и кто автор этого наступления? Во-вторых, Трамп сейчас уже предлагает поднять целый ряд пошлин на китайские товары до 60%. То есть выше 60%. Сегодня они 38%, где-то 10%, где-то 15%. Вот уже сегодня на товары общим объемом 18 миллиардов долларов уже подняты пошлины. В том числе и 100% пошлины на электромобили китайские. Теперь это должно распространиться, ну как предполагают сторонники Трампа, практически повсеместно на подавляющее большинство китайских товаров. Венс уделяет очень большое внимание тайваньскому вопросу. Он вообще считает себя, судя по всему, знаком. Я специально послушал, что он говорит. Говорит он, конечно, вещи очень примитивные с точки зрения реальности, очень однобокие. Но именно этим они и привлекательные. Потому что очевидно, что Венс это ставленник, в общем, честно говоря, и Трамп, ставленник той группы американских магнатов, которые видят в Китае своего основного соперника. Это еще один очень важный вопрос. На самом деле является ли в реальности Китай соперником США? Ну, например, Венс считает, что надо всячески защищать Тайвань от китайцев, потому что иначе весь мир потеряет крупнейшего производителя чипов, и тогда микрочипов, и тогда придется очень плохо. Плюс к этому Венс говорит, что мы не можем позволить китайцам, ну, в смысле, имеется в виду, с материкового Китая, ни в коем случае войти на Тайвань. И Венс никогда не подчеркивал свою верность идеи единого Китая. И Венс реально рассматривает Китай как угрозу своей, в смысле, обороне США. Алексей Александрович, я прошу прощения, я уточню, потому что, ну, тут, собственно, мой вопрос был как раз про позицию Венса в частности, но с другой стороны, вот есть сегодня Камала Харрис. Какие у нее идеи? Чего она там думает? Кого это, по большому счету, волнует? И в этом смысле, ну, я понимаю, что это еще такой взгляд из России через океан, фигура вице-президента, она в нашей прессе, по крайней мере, довольно редко выходит на первый план. У нас всегда есть для этого президент Соединенных Штатов Америки. Но все равно, так или иначе, если все-таки тот или иной человек выбирает себе вице-президента, еще и не просто там серую мышку, а человека с артикулированными и очень яркими и привлекающими внимание идеями, то это наверняка неспроста. Да, и вот здесь вот тоже. Насколько, на ваш взгляд, опять же, позиция вице-президента может играть или там будет играть роль свою, или позиция вице-президента может быть положена под сукно, что ты думаешь, но и молчи? Честно, ни то, ни другое. Поясню, потому что все-таки мы должны понимать, что любой американский президент и вице-президент, вся команда, которая приходит к власти, это, хотя сказать, не совсем самостоятельные люди, это не так. Они абсолютно самостоятельные, но они ставленники определенных групп. И вот мы почему-то все время издевались над понятием глубинное государство в смысле Россия, но ведь есть глубинное государство США. И это не я говорю, то есть это не мои изобретения, это многие американские политологи, в том числе такие, как, например, Джеффри Сакс, известный всем, наверное, говорит о том, что именно глубинное государство в США управляет политическими решениями. Вот что такое глубинное государство в данном случае? Это совокупность всех институтов безопасности США, включая, прежде всего, Белый дом, там и президентский совет национальной безопасности, это Пентагон, это разведывательные агентства, прежде всего, там ЦРУ и АНБ, это комитет по вооружениям, вооруженным силам и комитет по иностранным делам Конгресса. А также основные поставщики вооружения, то есть те, которые на вот этой интерпретации событий делают, в общем, неплохие деньги. Это и Lockheed Martin, и Boeing, и General Dynamics, и многие-многие другие. То есть, в общем, это есть движущая сила американской экономики, американских воин. Это крупный бизнес, и его прямые затраты сегодня в год составляют около триллиона долларов США. Поэтому, в целом, ему важно постоянно поддерживать идею болезненной вот этой вот подозрительности целому ряду стран. Кстати, очень интересно, что Венс выступал против помощи Украине, но не потому, что он любит Россию. Он, кстати, выступал за ослабление давления на Россию, потому что он говорил, что не в России дело, в Китае. Вот куда надо сосредоточиться, остановить удар. И ведь, если почитаете высказы очень-очень многих американских политиков, они говорят, что не с теми мы воюем. Мы пытаемся на самом деле решить региональную проблему, которую решить невозможно. То есть, психологически Россия сейчас только обрастает новыми идеями, новыми союзниками, реинтерпретирует свою самоидентичность и так далее. Россия никогда за последние 40 лет, нравится нам это или не нравится, не угрожала экономической мощи США. А вот Китай угрожал. Ну, по крайней мере, мы опять к этому вернемся. И вот в этом смысле может возобладать при Трампе такая точка зрения, такая группа людей, которые придет и скажут, что Китай – это враг номер один. И посмотрите, что сейчас только что творится по заявлениям там натовских генералов, некоторых европейских политиков. Они говорят, давайте изгодим китайские деньги из европейской экономики. Вот сегодняшние практические заявления. То есть, давайте подумаем, что это такое, что за деньги в европейской экономике из Китая, которые нужно изгнать. Вот Китай вложил за последние 10-12 лет около 120-150 миллиардов долларов в Европу. Это меньше, чем США. Но это вложено в порты, в дороги, в некую туристическую инфраструктуру. Куплены некоторые заводы, например, в Германии или в Великобритании. То есть, все по мелочам, потому что европейская экономика более мелкая, чем американская. Но в любом случае, вложения большие. Это было куплено официально. Сначала туда приходили приблизительно до 2010-2012 годов в основном государственные и китайские компании. А потом стали приходить частные или акционеры общества. И напрямую, ведя переговоры, либо, кстати говоря, с участием представителей местных администраций, как в Германии представители местных земель, они покупали путем слияния и поглощений или путем покупки акций ряд западных предприятий. Так случилось и в Чехии, так случилось и, как я уже говорил, в Германии, во Франции, в Греции, естественно, и так далее. И вот сегодня поднимается такой возглас, а давайте изгоним эти капиталы. Пока это не очень серьезно, но об этом говорят, например, военные в основном. Потому что они считают, что Китай очень глубоко влез в основы военной и стратегической европейской экономики. Но как изгнать? Это значит, что отобрать предприятие, это просто отобрать акции, то есть национализацию провести. Это абсолютно не экономические, не рыночные механизмы. И вот это еще один момент, с которым мы начинаем сталкиваться. Запад начинает бороться с Китаем, точнее, продолжает бороться с Китаем нерыночными механизмами. И это не случайность. Вот то, что мы сейчас видим, антикитайскую истерию, она, на мой взгляд, едва ли не больше, чем антироссийская. Потому что, ну, все прекрасно понимают, что именно с Китаем придется тягаться США. Вот все это началось, на мой взгляд, в 2015 году, приблизительно тогда. Два очень известных американских политолога, Роберт Блэкфилл и Эшли Теллис. Они опубликовали на сайте Совета по международным отношениям США, очень влиятельной организации, большую статью, которая говорила о том, что США должен переходить к сдерживанию Китая по всем направлениям. Она до сих пор висит на этом сайте. Это очень грамотная, очень взвешенная статья. Идея, она заключалась в чем? Чтобы создавать ряд сообществ, например, Транс-Тихоокеанское сообщество, которое, собственно, и было потом создано, которые должны перетягивать внимание на свою сторону. Дальше это усиление и даже запрет на экспорт технологических услуг в Китае, в том числе на передовые полупроводники, усиление торговых барьеров для китайского экспорта в США и Европу, усиление милитаризации Южно-Китайского моря, новые военные объединения. Вот как раз, где заложена основа ОКУСа. И, естественно, противодействие всем китайским инициативам, включая на тот момент только-только развивающийся пояс и путь. Я напомню, что статья в 2015 году опубликована, а пояс и путь начал развиваться в 2013 году. То есть ему было два года, он еще ничего, этот пояс и путь не сделал. Но, в общем, грамотно американские ребята понимали, куда все это движется. Чисто говоря, да и мы-то все понимали, и мы понимали, как развиваются пояс и путь, но не всегда же слушают киневедов, в основном слушают блогеров и кого угодно. Вот американцы сразу же с этого момента начинают выстраивать систему противостояния Китаю. И, в конце концов, Трамп стал выразителем ряда группировок, которые поняли, надо сдерживать Китай полностью. Но что получилось? И вот это интересная вещь, которую мы сейчас видим. На Китай накат идет на его экономику больше, чем накат на экономику России, если бы ум измерять, например, в цифрах. Ну, просто китайская экономика больше. Несмотря на отсутствие тоже как бы задокументированных санкций, например. Ну, у нас же вот там считают, у нас какие-то там полторы тысячи, две тысячи, три тысячи санкций уже наложено. В этом смысле Китай что? Ну, пошлины. И все. Пошлины. Ну, есть там около ста китайских компаний, на которые должны наложить санкции. А потом вспомните компанию Huawei пострадавшую. Ну, конечно, по сравнению, по количественному параметру с Россией, санкции против России, ну, конечно, даже близко Китая не стоит. Но экономика китайская сдерживается мощнейшим образом. Здесь есть одна тонкость. Что Россия вообще поставляла во внешний мир? Энергоресурсы, прежде всего. И все остальное уже там по стащенному принципу. И до сих пор, например, та же самая Европа, не очень любя Россию, не может отказаться от российского газа. Но потому что так устроена мировая энергетика. А вот от китайских товаров теоретически отказаться можно. Правда? Себе в ущерб. Ну, нет, здесь вот тоже, вот это тоже, по-моему, надо пояснять. Потому что тот же Трамп, он, как мне кажется, в известной степени говорит не только о том, какой Китай ужасный, а о том, как мы, американцы, прошляпили и профукали. И говорит как раз о товарах, вот этого вот дешевых товарах повседневного спроса. То есть, конечно, без газа не прожить. Но ведь не прожить при этом, без трусов и маек, без платьев и, там, не знаю, кофеварок. Вот без всякой этой ерунды, казалось бы. Но когда у вас вся эта ерунда исключительно китайская получается, то еще неизвестно, без чего сложнее. И здесь Трамп, тоже, как мне показалось, ну, хотя бы отчасти вину принимает и на Америку. Мы сами не захотели этим заниматься, мы сами это все туда сплавили, а теперь пожинаем плоды собственного неразумия, скажу так. Так, ну, так и есть. Более того, это не оригинальная точка зрения. Масса авторов американских об этом и пишут, что мы-то думали, что Америка всегда всех будет опережать. Потому что была недооценка Китая. Даже не его каких-то достижений в области науки и технологий, а в области логики развития. Вы думаете, что сейчас что-то изменилось? Что вдруг Американцы, и, к сожалению, что российские эксперты сильно поумнели, понимая, как развивается Китай? На самом деле, нет. Ну, если бы, конечно, мы могли бы нарисовать простой график и сказать, вот Китай сегодня здесь, завтра здесь, вот такие факторы будут влиять. Ну, это, в общем, было бы гадание на стеклянном шаре. На самом деле, нет. Мы лишь видим то, что называется «силен задним умом». В любом случае, Китай сейчас уже находится в авангарде многих ключевых глобальных технологий. От мелочей, о которых вы сказали, действительно, без которых не проживешь, до тех, и это очень важный момент, технологий, которые станут необходимы в ближайшем будущем на 25 лет. То есть, кто их будет контролировать и по разумной цене. Это фотоэлектрическая энергетика, это ветроэнергетика, это модульная ядерная энергетика, это передача энергии на большие расстояния, это 5G, там, и 5, и 5G, это батареи, электромобили и многие другие области. Это то, что явно будет востребовано. Это не какие-то суперсекретные достижения. Тут очень важно, чтобы это все было доступно, качественно и относительно дешево. И вот сейчас Китай сделал упор на то, что сегодня, может быть, не так дешево, но очевидно, что цена оптимизируется, и это будет востребовано во всем мире в ближайшие годы. Но мир изменился действительно так. Рынки США и Европы закрылись для Китая. Они становятся все более и более протекционистскими, они будут становиться более протекционистскими. И поэтому рынки Китая потенциальные, когда он будет сбрасывать эти товары, они будут располагаться теперь в Азии, в России, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в странах Африки, к югу от Сахары, в Латинской Америке. То есть Китай начнет, в принципе, сбрасывать весь этот объем товара в страны, может быть, менее емкого рынка. Ну, конечно, США – это очень емкий рынок, но при этом постоянно развивающийся. Таким образом, эти страны в какой-то момент получат относительно качественную и не самую дорогую продукцию по вполне соответствующей передовым технологиям. То есть на самом деле протекционистские меры внезапно, не сейчас, а через 20-25 лет, обернутся против США и Европы, которые сами же закрыли эти рынки. Вот это не новость. Например, когда Советский Союз закрывал свой рынок от многих западных товаров и развивал свои технологии, неплохие, например, компьютерные технологии, суперкомпьютеры, за счет того, что мы были изолированы и очень горды своими достижениями, внезапно весь мир перешел к другим стандартам, которые не закрывались от этого. И даже очень качественные достижения Советского Союза, например, в области компьютерной техники, я здесь, это не насмешка, на самом деле были очень серьезные достижения, оказались невостреблены, потому что стандарт стал другим. И вот сейчас США и Европа делают ту же самую ошибку, что сделал Советский Союз. Они самоизолируются. И это вопрос номер один сейчас. Все остальные вопросы, Алексей Александрович, после рекламы новостей. Восточная шкатулка